Коллеги, всем привет! Вы на канале Best Taxi, с моим именем Андрей и на моем канале мы говорим о такси и околотоксичной тематике. Это видео не о налогах, не об изменениях, а о комментариях под одним из моих последних шортсов, которые, я так понял, очень сильно, ну скажем так, стригерило не только подписчиков, а и случайных зрителей, и, наверное, больше даже пассажиров, к которым я обращался через это видео, и я хотел бы на некоторые комментарии в этом ролике ответить. Почему? Потому что, ну, это актуальная, наболевшая тема, мы все-таки взаимодействуем между водителями и пассажирами, поэтому давайте я все-таки некоторые комментарии прочитаю и прокомментирую. И для начала, о чем же был шортс? А шортс был о том, что я попросил пассажиров, которые иногда говорят, допустим, мне в поездках, или вот от коллег-то иногда слышу о том, что пассажиры говорят о том, что реально такси дешевое, и на самом деле оно должно стоить дороже, особенно те, кто бывали в Европе и видели, сколько там такси стоит. Я сейчас не про Uber говорю, а вот нормальное такси, которое там какого-то федерального значения. И, соответственно, я обратился в шортс с такой просьбой, давайте вы тоже пишите через Яндекс.Гоу в Яндекс о том, что такси все-таки не может быть дешевым, а как следствие безопасным. Ну и, соответственно, в том же самом шортсе я сказал такие слова, что будут люди, которые будут недовольны этим, потому что понятно, у них денег нет, а ездить они не хотят. И хотят ездить причем дешево и безопасно. Но так не бывает на самом деле. Почему? Потому что я уже задолбался на эту тему, не только я, и вообще все наши коллеги, которые снимают именно не трэш-контент на таксишную тему, а именно проблематику освещают. Мы говорим о том, что водители реально перерабатывают, исходя из тех цен, которые мы имеем. Потому что ценообразованием занимаемся не мы. И, значит, такой комментарий просто меня просто убил. Зажрались таксюганы, кто-то пишет. Не знаю, может быть, это была шутка, но если это не шутка... Ну, ребят, недавно я снимал видос на такую же тему, что якобы таксист зарабатывает до 225 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, где мы вычли оттуда все расходники, такие как аренда, комиссия, парка, мойка, бензин, аренда это самый дорогой, бензин на втором месте. Там уже комиссия Яндекса была вычтена. И, соответственно, там остается на руки, ну, там условно, если, опять же говорю, работать от 12 до 16 часов без выходных, где-то там, ну, в районе условных, ну, давайте там 50-60 тысяч рублей, если это 6-1 график, допустим. Хотя большинство водителей плашут вообще без выходных. Ну, вот, то есть, зажрались, он говорит, человек, на минуточку, средства, такси вообще, автомобиль, это средства передвижения повышенной опасности, да. Это не, знаете, это не на производстве работать, да, на какой-то там условной мебельной фабрике, хотя и там есть опасность, на мебельном комбинате, я там помню, у нас ребятам и руки рубило, на судостроительных заводах у нас там баллоны взрывались, и люди гибли, там, ну, разные моменты, да, но если там проанализировать статистику, связанную с дорожно-транспортными происшествиями, да, на, как правило, что из-за чего ДТП происходит, это из-за отсутствия внимания и недосыпа, то, соответственно, здесь нужно жестко регулировать эту тему, вот. И закон, кстати, говорит о 40-часовой неделе, да, и о 8-часах днях, то есть, ну, соответственно, но если в эти часы мы будем укладываться, мы вообще ничего не будем зарабатывать, поэтому кто здесь зажрался, что, таксиуганы зажрались, но я понимаю, что здесь, как бы, нет достаточной, как бы, возможности проанализировать вообще ситуацию, да, на комментарии напишут, но я должен его прокомментировать, знаете, это, ну, знаете, мы должны говорить и, как бы, заниматься некой просветительской деятельностью. Кто-то пишет, работу поменяю. Такое ощущение, что как будто бы я, знаете, школу закончил и сразу же в такси пошел, работали, знаем, как бы. Вот, да это на самом деле вообще не совсем корректно. Когда человек жалуется на жизнь, ему же не говорят жизнь поменяй, понимаете, как бы, но здесь просто вот мы работаем, мы уже многие годы, кто работает из водителя, мы уже профессионалы этого дела, просто, скажем так, освещаем, говорим на эту тему для того, чтобы вообще был некий диалог между всеми участниками этого действия, да, то есть там агрегаторы, власть, водители, таксопарки, пассажиры. И чтобы мы друг друга понимали на самом деле, я считаю, что это очень важная история, чтобы мы слышали друг друга. Мы же тоже понимаем, почему так происходит и все хотелки, которые есть у пассажиров, да, вот, поэтому некорректный комментарий, но я на него должен все-таки ответить. Дальше, значит, следующий комментарий такой. Чувак, ты сейчас похож на Терешкову, тут тоже умоляли, тебе, наверное, тоже со всей Руси писали, а, да, кстати, диз, блок и прочее. Диз, блок, ладно, я понял, это он, типа, хочет, чтобы мой, ну, знаете, вот эти вот хейтеры, хейтеры, я вас люблю, вы красавчики, пишите комментарии, вот, YouTube проверяет на самом деле, прежде чем блокернуть за что-то, в данном случае его не блокернули. Я видел, что ролик на несколько минут приостановился, возможно, пожаловались на видео, там, ну, поняли вот это вот, оба, оба, я против. Вот. Ну, дальше ролик пошел все равно, я даже написал, что я вам поставил лайк и спасибо за продвижение, да, чем больше комментариев, тем больше ролик продвигается в рекомендации. Нет, не со всей Руси написали, я в шортсе, если вы были бы внимательнее, сказал о том, что некоторые пассажиры так говорят. Чаще всего говорят люди, которые, конечно же, зарабатывают деньги, это более предпринимательская прослойка, которые умеют по-настоящему ценить чужой труд, чужое время, ну, и, соответственно, прямо реально анализируя экономику бизнеса, понимают, что все-таки цены реально очень дешевые, почему? Потому что, если бы мы, таксопарки, таксисты, занимались бы ценообразованием, то ценник был бы совсем другой, а так как агрегатор занимается ценообразованием, исходя из того, какой платежеспособный спрос, об этом мы тоже говорили, он и восстанавливает вот эти вот, скажем так, цены, которые для бизнеса нерентабельны. И если еще раз я говорил, и говорить буду, его обелить ровно по всем нормам 580-го федерального закона, то бизнес будет убыточный. У нас в стране. Я всегда комментирую и всегда говорю, что есть разные мнения, у каждого человека есть разное вообще восприятие реальности, поэтому, ну, всегда эту скидку делаю на непонимание на самом деле происходящего. Дальше. Следующий комментарий. Стрижка была 500 рублей полтора года назад, а сейчас 700. Изменились цены, плюс 40 процентов. А что в такси? Ну, это уже, скорее всего, пишет водитель, который как раз и говорит о том, что, да, есть инфляция, все везде дорожает, а услуги почему-то нет. И те коэффициенты, которые иногда загораются в час пик, на самом деле, это всего лишь повышенный спрос. Сама тарификация, которая сейчас на 50 копеек была поднята, и то не по всем тарифам, в экономии, в комфорте, в городе Санкт-Петербург, это, конечно, коту на смех, на самом деле. Последний комментарий, который, такой уже, видимо, водитель его написал. Да, нет, написать, конечно, мало кто напишет, но на деле, да, есть такое, что даже после 12 часов за рулем уже реакция не та. Мне, мне недавно, женщина уже понимает, что я уставший, проехала, проехал поворот, спрашивает, сколько вы за рулем? Я отвечаю, что уже 14 часов, но она удивлена была так, так как нельзя так работать, езжайте домой, всех денег не заработаешь, так-то оно так, но когда аренда и все такое, так еще и цен толком нету, приходится пахать по-другому никак. Это уже пишет водитель, который понимает эту конъюнктуру сложившуюся, да, ценовую, и, соответственно, ну, как бы в поддержку моего ролика, ну, пытается, скажем так, согласиться, да, с контентом, вот, поэтому ребята, вот те, которые пишут, таксисты зажрались, кто-то там пишет, даешь цены по цене колбасы, там, кто-то пишет, дружище, понимаешь, твой основной клиент это народ, который нищает, там, может вам, таксером подумать, как от государства добиться скидок, на бензин, ОСАГО, запчасти, да, и стараемся, и это, и звоним, и пишем, и пытаемся каким-то образом на эту тему общаться, но, я хочу, чтобы просто пассажиры, в свою очередь, тоже понимали, что услуга такси, это, ну, скажем так, она, ну, реально была изначально заточена просто совсем, ну, по немыслимо дешевым ценам, понимаете, и вы привыкли к этому, пассажирам обращаюсь, и соответственно, ну, когда сейчас какой-то коэффициент загорается, у вас все, у вас как это, ну, как ножом резут по живому, понимаете, но, если бы изначально, вот как я в предыдущих видео говорил, ну, согласно инфляции бы ценник бы поднимался, то люди бы к этому просто бы привыкали, ну, да, часть бы отсеивалась бы, да, часть бы отсеивалась бы, ну, конъюнктура бы плавно бы формировалась, вот, поэтому, ребята, для того, чтобы анализировать, читайте книжки по экономике, по финансовой грамотности, как бы, ну, там, какую-то бизнес-литературу читайте, для чего? Для того, чтобы вообще понимать, что происходит, ну, сейчас, да, вы в сложные времена в стране, как бы, крутиться приходится прямо, ну, не в себя, вот, поэтому, для того, чтобы тот уровень жизни поддерживать, нужно реально сейчас, как бы, жить просто по-другому, ну, не от этого никуда не денешься, не избавишься, поэтому, вот, такой вот ролик, просто такой, таксисты, на самом деле, большинство водителей уже думает, как из этой сферы свалить поскорее, вот, потому что, если так будет продолжаться дальше, и цены будут расти, и запчасти будут расти, и топливо, скорее всего, будет расти, то работать, там, по 16, условно, 20 часов, будет просто, ну, небезопасно вообще, понимаете, а каждого таксиста, дома ждет жена и дети, вот, ну, пойдут на заводы, кто-то, кто-то, может, бизнесом займется, да, в очередной раз, кто куда сбежится, короче, но, на самом деле, сферу эту нельзя положить, люди к ней привыкли, люди хотят ездить на такси, просто должно быть, какая-то, должен быть баланс, как бы, понимаете, ну, не должен быть бизнес, а не рентабельным, не только такси, вообще все бизнесы должны быть, вот, поэтому, наверное, давайте думать о том, как поднимать экономику в стране, коллеги, такой маленький комментарий, напишите свое мнение, будем общаться, очень интересно читать, даже хейтерские, даже совсем необоснованные комментарии, все читаю, все лайкаю, стараюсь, ну, отвечать, не всегда получается, но стараюсь, все, всех обнял, до новых встреч на канале Best Taxist. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,